Несмотря на то, что актерская карьера Надежды Смирновой оказалась очень короткой, ее лицо многим знакомо с детства. Надя исполнила роль принцессы в музыкальном фильме «Сказка как сказка». Тогда артистке едва исполнилось 16. А спустя еще 16 лет Надежда Смирнова ушла из жизни не даже всего месяц до своего 33-летия. Надя Смирнова родилась в Москве 19 декабря 1962 года. Родители в начале 70-х развелись, а вскоре мама Надежды вышла замуж за известного кинорежиссера Владимира Довганя. Надежда была с детства творческим ребенком и отчим поощрял ее тягу к актерской профессии. В 11 лет Надя дебютировала в кино в детской картине «Птицы над городом», а в 12 лет в фильме «Побег из дворца» исполнила одну из главных ролей. Но настоящую славу юной актрисе принесла музыкальная лента «Сказка как сказка», где Смирнова предстала перед зрителями в образе принцессы. После сказки Надежду Смирнову воспринимали уже как серьезную актрису. Она снялась в нескольких фильмах, из которых самые известные «Дачная поездка сержанта Цибули» и экранизация Джека Лондона «Пусть он выступит». Окончив школу, девушка долго не раздумывала над выбором профессии. В первой половине 80-х она поступила в один из лучших актерских вузов страны – легендарный в ГИК. Там девушка познакомилась со студентом Сергеем Белошниковым, учившимся на режиссерском факультете. Они поженились и прожили вместе 10 лет до самых последних дней надежды. Окончив 1986 году в ГИК, молодая талантливая актриса начала очень много сниматься. Джек Восьмеркин – американец, «Досье человека в Мерседесе», «Ночной экипаж». В 1988 году в советском-мексиканском кинофильме «Эсперанца» Надежда играла с талантливым молодым актером Никитой Михайловским. Красивая пара, к сожалению, повторила экранную судьбу своих героев и в реальной жизни. В 1991-м звезда мелодрамы «О вами не снилась» ушел из жизни совсем молодым. Он умер в возрасте 27 лет от онкологического заболевания. Надежда переживет его на 4 года. В 1991-м актриса сыграла главную роль в своих последних фильмах «След дождя» и «Круг обреченных». Причем сценарий для драмы «След дождя» был написан самой Надеждой Смирновой в соавторстве с мужем. 18 ноября 1995 года, за месяц до своего 33-летия, Надежда Смирнова скончалась. Настоящих причин смерти не знает никто, кроме родственников. По одной версии, молодой женщины диагностировали онкологическое заболевание. По другой, Надежда перенесла неудачное хирургическое вмешательство, в результате которого у нее развился перитонит. И врачи не смогли ее спасти. Природа с рождения наделила актрису всем, чтобы она стала настоящей звездой. Но судьба распорядилась иначе. И в сердцах зрителей она навсегда останется прекрасной принцессой из замечательного фильма «Вечная светлая память». Субтитры создавал DimaTorzok